а и и и и и и подписчик по поводу начисления зарплаты и так марс сегодня в сервисе так называемый брал распечатку по поводу зарплаты то есть ему не начинали четыре дня по непонятной причине я не знаю насколько часто это бывает и как решать эти проблемы это в принципе бывает почти каждый месяц то есть те работники которые являются новыми работниками новые работники которые приезжают по безвизию например буквально три месяца или же на полгода всего по визит и их так мягко говоря стригут те которые уже отработали больше года и тому подобное то есть их уже как бы недавно а новых работников особенно те кто уже собирается выезжать и те кто не сможет подать рекламацию чтобы пересчитали зарплату то их просто стригут на вот сегодня меня грубо говоря я узнал что примерно на 150 баксов поляков не поляками никак не относятся у них вся зарплата четко посчитана по грошку дорожки человек иностранство это относится к инстанциям и этим занимается именно исключительно наших украинцев то есть они работают польскую компанию грейбус в отделении ворсервис получается но здесь есть польский ворсервис который занимается исключительно по дакам есть как бы украинский ворсервис который занимается только украинцами то есть да вот такое отношение украинцев к нашим же украинцам завтра вот будет итак сегодня идем так называемый ворсервис решать вопросы по поводу зарплаты брать распечатку все сколько у меня часов и насколько на работу потому что вот люди берут распечатки у них много они засчитываются дней сегодня посмотрим сколько у меня блять незасчитанных такой пиздец конечно надо еще доказать что я работал так что вот я свой выходной день иду решать вопросы пиздец вот заходим вот так выглядит кабинет этого ворсервиса начинает он график с 8 часов утра сейчас 5 2 4 то есть свой выходной день я должен потратить на вот это вот на самсунг еще раз поедете на полгода на карту на карту мне нужно дать только дарится полгода так там отношения к людям там тебе тетелька к тетельку все привезли чуть ли не до копеечки выплачивают там ну как бы отношения к людям нормальные может это день это не было вот вот в катавице на хиате катавице вы там работали у меня муж там был он приехал а я уехала сюда он мне говорил куда ты лезешь там так красиво сказали красиво я тебе на любого я тебе на любого как отсюда уехал и хотела забрать то что они заработали да вот такие вот реалии от этого самсунга 15 числа каждого 15 числа банковская карточка заполнена зарплатой а вот какой это уже вопрос вот просто я не хочу чтобы меня кормили я не хочу чтобы 10-5 это обязательное условие так если мне это не нравится, кормите тех, кто хочет нет, это обязательно здесь все сделано, надо же как-то делать не просто так это все делается конечно не просто так что говорите, что больше не поедете сюда? когда в жизни ну от тюрьмы, тюрьмы зарекайся помимо этого самсунга есть много других работ кстати, лучше самсунга есть работа в Польше а с у него работа? нет, конечно самая лучшая работа никаких нервов, никакой тяжелой работы физическая работа дома очень плохо заботятся о людях а что здесь творится, это конечно ситуация страшная у нас в Польше на выносливость на выносливость на выносливость у нас часов 4 часа так можно в Польше найти за 8 часов работу и с такой же зарплаты как за 12 часов это 6 часов это людская работа да пускай там будет чуть-чуть меньше зарплата так просто будут люди не человеческие вы получаете удовольствие от этой работы вы на карту не будете, да посмотреть вы на карту не будете посмотреть а когда с какого города приехали? с Карсонского области если в том, что самсон конец Хоть попробовали на постоянке, но хоть нормально, на одном месте, не тягаю туда-сюда. Так я иду, как на хату. А когда выкидал, понял, я вот на другую работу пришляю. Если они будьте соли, ну, лишь бы, чтобы не на свою линию. Ну и нахуй, если вода, блядь. Ну, ничего себе, даже сжимать нормально не может. Печи. Печи. Ни хуй, дядь себе. Я в мочи буду, нахуй. Жестко, да? Да нет, сам на ледовке попал, но только прошел. Это три недели назад, вот. На провода тоже попал. Сейчас спать хотите? Ты вчера зарябу написал, так? Не, зарябу написал. А, ты написал? Не. Я ерус сказал, что думал. А тебе дашь буду взъяваться? Да я за две недели думал. Чтоб решить вопрос вот этот, да. Доработать и поехать все спокойно. А ты с Киевом работал? Месяц. Месяц? Месяц. Месяц? Месяц. 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 Я за день километров 30 навлиял и вдохну и тебя стал доход на п Guardiola все. Их поставил на другую поверхность. Там все audible я сто за перен화�кам. Купил, помалу ходил, он и нас берет. Легко, шико. Хуйка. До кировника к тебе будешь. Смотрите, сколько людей. Я уже справился. Уже получил свою распечатку, и мне они зачитали всего 4 дня. А так все в порядке. Есть люди, которые по пятнадцать, по семнадцать дней не засчитывают. У меня всего лишь 4 дня. Как вам зовут Самсон? Ой, это нечто. Это нечто, рай. Ты знаешь, после сегодняшнего, наверное, все равно душа будет спокойная. Но это не те нервы, которые утром испытывали, да? Так, 17 лет, ну представь, 4. Это хорошо. Я тоже себе написала и немного успокоила. Хорошее настроение, можно идти домой. И так, а теперь я хочу забрать долю аванса. Мне аванс пришел, но я ничего не забирал. Сейчас только вот хочу снять. Вот такой у нас банк интересный. Так, только хреново нажимается. Ну, мне пришло 300 злотых, но я где-то сниму. Пусть 100 злотых. Все, не хочу снимать, пусть будут еще на карте. Ой, блядь, тут кнопка еще заедает. Лискеп. Вот, ждем. Все забрали, теперь идем гулять. Смотрите, наткнулся на одну замечательную акцию. Три маффина по цене двух. Просто смотрите на эти маффины, как они замечательно сидят. Боже, беру. Ребята, как вы думаете, что это вообще на самом деле? Что именно первое бросается в глаза? Просто я когда узнал, ну, что это на самом деле, я немного подофигел. Ну, это, получается, тюрьма. Она, когда я в автобус ехал, вообще выглядит как замок. Я смотрю такое красивое заведение, думаю, что это такое? Мне когда сказали, что это тюрьма, я чуть подохренел. Вот, смотрю. Да. Береги Всем привет! Всем привет! Всем сосакия вгощая! Это Петя, он на карте побута. Петя очень задоволен. Задавтра к разу еду поздно, все поездил самсунга, все хуйня все. Пацаны вообще ребята, не едьте никого на самсунг. Ну на самом деле тут отношение нормальное к людям, и гроши вчасно выплачивать, и много денег. За папку вообще выплачивать, ёбаневрот. Заробил 2,5 и выплатил штуку, блять. Охуительно. Так, ну хлопец дуже задоволен, я буду ехать неодоразово поеду. Не, как бы тут на мою сходить, я смотрю, коллектив нормальный работаешь. Коллектив пиздати во всем, мне нужно прикольно. Только шоу ворсервис вот этот, блять. Да, ну это ж уже, если бы было нормально все зарплатить. Хай даже, например, ну, блять, 11 злотых, 14,90, базару ноль. Ну, чтобы они сюда считали все, без вот этих поебонов, без всяких людей. Чтобы все приходило, блять, нормально. То можно было бы и на карту спокойно податься себе тут, квартиру где снять, нахуй, блять. Так, ближняя жизнь. А с такими, блять, приколами я ебал, нахуй. Я там, где работал, я заработаю те самые деньги и буду по 8 часов работать. И без всяких мозгоёбок. Я буду знать, что у меня зарплата на 2,500, вона на 2,500 и прийде. Да, ты работаешь, ты знаешь, что у тебя зарплата какая. Они то, что, блять, работаешь и думаю, что наебут не наебуга. Потому что на Украину боюсь ехать, потому что думаю, ебать. Что тут все прийде какой-то, понял? Я цей табель пишу, понял? Я буду перед тем, как уезжать первого часа, киду, занесу им табель, они должны его теперь. Подписать? Подписать, да, туда. А что за табель? Ну, это что дни отмечают, потому что лидер расписывался, понял? Да, как оно, рапорт. Рапорт, да. А я уже трех раз спрашивал, уже сворка, скажу, катится, хуйня, типа, даже дата. Надо только до зарплаты, понял, до 15 часов. А я первого сдам, я как раз, не говорю, блять. Уже буду ехать со спокойной душой. Ну, блять, все равно, сука. Со спокойной это, пишут, рай. Это нахуй спокойной. Пидарасы. Типы вы уехали сколько, 6-го, блять, 10-го часа. Ну, январь, понял, ебать. И такая вот залупа, блять. По 15-го, по 10 дней недоступно. Ты реально вкалываешь, давно отъехаешь. Сем штук гривен, нахуй, блять. Блять, я не заснял это. Ёбаный, блять. Давай. Блять. Петя сейчас будет заказывать водичку какую-то. Петя у нас гурман, олігарх. А сегодня он кладет... Сколько ты вкладаешь? Три злотых. Карточка расплачивается. Но она не читается. Прочитали это. Что ты берешь? И что ты берешь? Чёртых. Катер. Чёртых. 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 Что, как работает? Нормально. Да всё нормально. Чего ты не заходишь в гости? Я думаю, где твой друг от тебя относится. Это просто. Ой, да ну ладно, извини. Надо бежать. Ну ты ведь знаешь, человек. Ну ты ведь знаешь мою мать. Вот, послушай ещё. Я как-нибудь забегу в субботу девочками. Ходи два ночи в Малибу. А короче, у меня есть чатер. Там. Чувство забитый, сердце разбитое. Я иду ночью сам при луне. Голубые мысли меня наполняют. Но я не знаю, что делать со мной. Слушай, мне греют только в тюмке мои руки. Я вспоминаю, как мы гуляли вместе. Я говорю тебе красиво, я зла. А что сейчас? Я встам как пёс безбрежный. Иду гуляю при луне. Смотрю на светлые ночи тёмные. Смотрю летаю при луне. А я всё думаю про это. Ты не нужна уже ты мне. Мне нужно лично летать, как птицы. Порхать, как горе корабли. Как будто все мы рассморились. Скаканги в голубые дни. Смотрю на твёрдые ночи тёмные. Смотрю летаю при луне. И я всё думаю про это. Что не нужна уже ты мне. Мне нужно лично летать, как птицы. Порхать, как море корабли. Как будто все мы растворились. Скаканги в голубые дни. А помнишь, как мы говорили, что будем вместе я и ты. Но видишь, всё так не случилось. Мы разошлись, как море корабли. Шторг вспоминаний. Корабль мой топит. Парус всё ниже и ниже уходит. Сердце моё одиноко разбьётся. Как тот Титаник. На айсберг не жёт. Он целесерстен, убит и подавлен. Но никогда он не бросит корабль. Холодный туман мне нагревает. Мне душу он греет. Но так пугает. Пришёл, что домой. О шестого утра. Кровавый осадок. В душе у меня. Боль. Одиночество. В сердце обида. Это в душе. Сейчас у меня. Йоу Samsung forever. Привет. Ты давно научился? Что? Устали. А? Ты попрошали? Гнойный? Нет. А что-то типа нормально, да? Нормально. Ты хуйня. Сейчас, короче, мы их попрошула. Что? Сейчас я написал. Сам? Серьёзно? Да. А кому это адресовано? Да никакого. Короче, какая-то такая хуйня была. Ты какие-то... Короче, скука так хуёво, блядь. Короче, под настроение, блядь. Эээ... Эээ... Эта песня, стих, рассказ, да похуй как это называется. Хочу поднятить всем людям, которые обсуждаются за их спиной. Знаете что? Пошли все нахуй. Тихо, блядь. Эээ... Короче, блядь, заходите на его страницу, у него столько проектов это просто, да. Ты же есть, блядь. С низов просто типа днялся бы такой степени. Нереальный. Вот. Самсунг. Эээ... Давай, блядь, разрушим, потом разберём. Такая работа, короче, вот у нас. Нихуя не делается. Как это называется? Эээ... 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 Я верю в себя, в свои мысли, слова. Я знаю, что любишь, что верят всегда. Вера моя, в моём сердце бьётся. И хуя ложит, кто до спиной моей смеётся. А мне суждают, говорят, бутары. Да похуй. Хай говорят. Суждают бутары. Все просто знают, что они так впереди. Все просто знают, какое. Этот человек, который через все преграды, будет идти с твоей дороги, все и неча. Все хотят айфон, бэху и 5, жить хорошо, а взамен отдать не хотят ничего. Знаете вы, и так не получится с жизнью. Кто-то приходит, что-то уходит. Так он строен мир. И мы в нём живём. Короче, Петя читает рэп, и я никто и не делал. Вот такая у нас работа на сегодня. Просто посмотрите. Так выглядит 6 утра после ночной смены. Очень красиво. Месяц назад я особо ничего не видел. Потому что было очень темно. Такое время сейчас просто. Как быстро время идёт. Ну что, а мне остаётся 12 дней до моего отправления на родину. Боже, смотрите какой закат. Я просто не могу передать словами. Как тут красиво. Итак, почти март. Открываю, короче, окно. Тут смотрите, вот какая погодка у нас. И самое прикольное, тут у нас косули бегают по полю. Их тут можно увидеть, но не словить, к сожалению. Так бы сейчас на мангале косули оформил бы. Извиняюсь, что я так люблю животных. Музыка